В Греции состоялся чемпионат Европы по армспорту среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди его триумфаторов оказался и представитель нашей области Анатолий Шушарин. Он выступал в категории до 70 килограммов. Сибиряк выиграл золото на правой руке. Сейчас Шушарин будет готовиться к чемпионату мира, который состоится в Румынии в октябре. Со следующего сезона за МФК Тюмень будет выступать 18-летний форвард юношеской сборной России Данил Карпюк. Азы футзала он постигал в местной мини-футбольной школе. Но на какой-то период решил попробовать силы в подмосковном Динамо. Теперь вернулся к родным пенатам. Харин набрал на телефон после Олимпиады или во время, даже не помню особо, и предложил вариант перехода в Тюмень. Недолго думаю, согласился, приехал, когда на Новый год согласился. Тюмень – это, во-первых, родной город, во-вторых, все-таки Суперлигия, надо доказывать, свое мастерство показывать и выходить на Новый год. В составе «Белоголубых» студент Запсиб колледжа дебютировал на взрослом уровне. На протяжении двух лет, выступая в высшей лиге чемпионата страны, Данил в каждом сезоне забивал по 11 мячей. Намного ярче Карпюк проявляет себя в составе юношеской сборной России, имея грозный статус лучшего бомбардира. В прошлом году стал серебряным призером юношеской Олимпиады в Аргентине. Также в послужном списке «Сибиряка» есть опыт выступления за «Динамовцев» в Кубке УЕФА. Осенью 2017-го он отметился двумя голами в главном европейском клубном турнире. Данил поразил ворота итальянской «Пискары» и «Кайрата» из Казахстана. Да, конечно, головой помню. Ну, там проще было играть. Мы играли свои команды как дублем. Все себя так чувствовали хорошо. В итоге от нас результат не давил. Играли как хотели, можно так сказать. Как минимум в финал четырех выйти, ну, перешанс. Сильная, крепкая команда от Тюмени. Будем стараться. Трудовое соглашение «Корпюка» с мини-футбольным клубом «Тюмень» рассчитано на три года. Почувствовать себя капитаном, не сходя с берега. В Тюмени проходит открытое первенство области по судомодельному спорту. На озере Утином теперь чинно проплывают не только узаконившие это владение в самом названии «Водоема птицы». Его гладь рассекают корабли и подлодки самых разных категорий. Радиоуправляемые модели, скоростные и гоночные суда. Плюс так называемые прямоходы трех классов – подводные, гражданские и военные. Управляют всем этим роскошеством юные спортсмены от 9 до 15 лет. Помимо тюменцев, участие в стартах принимают гости с Урала и Угры. Всех юных капитанов отличает одна черта – едва ли не священное отношение к своим судам. Свою модель я делал 4 года. То есть каждый день я фактически приходил в кружок и строил одну модельку. Но результат получился действительно хороший. То есть модель сейчас очень красивая, заняла уже очень много мест. Да, я к своей модели практически никого не подпускаю. Мою модель никто не трогает, кроме меня. Я ее трогаю очень аккуратно и берусь за определенные места. В Тюмени, развивающего инженерные навыки, мышление и очень технически непростого вида спорта, есть свои традиции. В 2017 году представители нашего региона Глеб и Леонид Кулисовы стали чемпионами мира. Сейчас в области ждут нового рывка, создавая для этого нужные условия. Судамодельный спорт у нас сейчас в Тюмени. Немного начали мы снова развивать его. Сначала начало было затухать, но сейчас, как нам администрация выделила деньги, особенно в 27-й школе, мы сейчас там делаем новый класс. Новый класс и переоборудуем новый класс под судомодельную лабораторию. Там будет бассейн специально, где можно и зимой запускать модели. Не только летом, скажем, на воде, но и зимой. Пока же призеры первенства области определяются в шести дисциплинах. Где-то это контактные гонки. В других же разрядах все зависит от глаза мира участника и технически выверенных действий. Плюс, как в любом виде спорта, никуда без удачи. Ветер, столкновения, случиться может что угодно. Чем выше скорость, тем сложнее управляемость. И на каждой скорости свои моменты. То есть, где-то надо аккуратненько поворачивать рулем, а где-то можно резко повернуть. То есть, для каждого класса свои особенности. Открытое первенство Тюменской области, которое также проходит на озере Андреевском, завершится 7 июня. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте snta.ru. До свидания.